Здесь стоял круглый стол, вот в этой большой зале. А вот в этой комнате была кровать, на которой спала бабушка, то есть Анастасия Ивановна Цветаева. План этой квартиры вологодским краеведам предоставил внук Анастасии Ивановны. Родная сестра Марины Цветаевой жила в доме номер 8 по улице Фрунзе в Соколе в 40-х годах. Сюда она приехала к сыну после 10-летнего заключения в концлагерях. Здесь же ее арестовали снова во время послевоенных зачисток. В эту квартиру приезжала и дочь Марины Цветаевой. Риадная Фрон. Сама Анастасия Ивановна создала здесь свой роман о мор. Квартира зафиксирована в временном свидетельстве, которое Анастасия Ивановна получила, уже находясь здесь. Она отправилась на Сокольский рынок, ее ограбили, она потеряла паспорт. Ей временное удостоверение выдали. Свидетельство фиксируют даже в момент ареста, как это происходило 17 марта 1949 года. То есть на протяжении 18 месяцев здесь жила Анастасия Ивановна. Документальные свидетельства послужили основанием для признания квартиры выявленным объектом культурного наследия. Этот статус обязывает Сокольский район следить за сохранностью квартиры. Но находится она в аварийном восьмиквартирном доме 28-го года постройки. Сохранить такое здание непросто, говорят чиновники. В бюджете администрации города Сокола денег на поддержание даже вот этого дома в том состоянии, в каком оно есть, нет. Сейчас мы будем изыскивать внебюджетные средства. С помощью Общероссийского народного фронта мы достигли соглашения о том, что после расселения здание будет сохранено. Оно будет поставлено на регулярную охрану с помощью местной полиции. Хозяйствующий субъект, вот эта картонная фабрика, приложит определенные усилия, в том числе и финансовые, для того, чтобы раскрутить это место, придать ему статус значимого еще и в туристическом смысле. Дом, скорее всего, вскоре станет культурно-просветительским центром. Но эти планы претворить в жизнь будет возможно только после проведения специальной экспертизы. В соответствии с законодательством, комитет как орган по охране обязан обеспечить проведение историко-культурной экспертизы, которая уже определит, есть ли данные, которые подтверждают действительно то, что здание или квартира будет включено в реестр объектов культурного наследия, либо нет. Пока результатов процедуры нет, общественники совместно с администрацией Сокола уже ведут работу по сохранению объекта. 18 июня пройдет субботник по уборке территории вокруг дома. Все желающие могут присоединиться к акции. Телефон для связи с организаторами вы видите на своих экранах.